Продолжаем изучение колесиаста с практической точки зрения. И такой вопрос. Как вы считаете, кто такой мудрый человек? Тот, кто обладает каким-то знанием и применяет его. То есть имеет знания и умеет применить их на практике, да? Так, еще. Тот, кто живет в согласии с Господом. Тот, кто живет в согласии с Господом. То есть согласие с Его планом, да? Так, еще. Тот, кто не поступает по глупости. То есть поступает так, как изначально в него заложено. Ну, наверное, да. Так, еще. Тот, кто обладает разумом. Ага. Так. Ну, давайте посмотрим, что на эту тему говорит окклисиаст. Значит, читаем с 12 по 16 стихи второй главы. Вторая глава. Как и глупого. К чему я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Опять. Раз. Вот рассуждали-рассуждали, да, о выросе. И пришли. Говорили тут и про ошибки, и про согласование планов. И так далее, и так далее. И так далее, и тому подобное. В соответствии плану свыше. А получается, что все это суета. И если действительно так вот подумать-то. Вот смотрите. Если мы говорим о том, что живем в согласии с плану свыше. Не совершаем ошибок. Да, имеем знания и живем в соответствии с этими знаниями. Там, оставляем знания потомкам и так далее. Тогда получается, что самые-то мудрые вообще существа на Земле это муравьи, волки. Вообще животные миры. Потому что, в общем-то, получается, они действительно живут в согласовании с планами. Да. Без всяких, будем так говорить, ошибок. По инстинкту. Инстинкт заложен свыше. Все. Поехали по инстинкту жить. Получается, что самый мудрый животно-растительный мир вот и пришли к этому. Что? Ну, а к ним вообще не применимы, по-моему, такие категории. Ну да. Почему бы применять их к злому животному? А почему бы нет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Они живут по плану свыше? По плану свыше. Они пытаются противостать против Господа? Нет. Они совершают сознательно какие-то ошибки? Вот я специально так делать не буду. Вот за мной бежит человек с ружьем, а я встану и буду смотреть ему в глаза. Не буду убегать. То есть, понимаете, какая вещь? То есть, действительно, если так вот рассуждают... Самый мудрый – это вот животный мир, правда? Получается, если вот исходя из этого всего. И вот, кстати, про это Игорь сейчас-то говорит. Все это суета. Понимаете, все это суета получается. Вот, опять, почему суета? Потому что все это под солнцем. Вот в еврейском народе, да, вот обеспечить потомство, обеспечить память о себе. Чем больше людей, тем лучше. Все время как-то считалось это признаком, ну, мудрости, благословений свыше и так далее, и так далее. Вот, а здесь мы видим, что этим не надо мерить. Тогда чем мы отличаемся от животного мира? Получается, люди безнадежны глупы. Понимаете, вот, ну, если вот как бы вот так вот простроить логическую цепочку, ну, давайте начнем мыслить шире, понимаете? Не мыслить вот конкретно, вот что написано. Наверное, самым будет тот, что плывет по течению. Вот. Вот давайте определим сейчас. Просто тут также сказано, что как глупы, так и мудрые, они умирают. То есть они как бы перед смертью все равны. И вот какая разница, если вот как бы у нас с такой позиции смотреть. Все равно они все умрут. Вот мы и говорим, да. Может, когда сам умный, то пустил все, а пускай, оно как идет, так и едет. А я вообще прилагать сильнее, конечно, не буду. Так это наоборот, это большое утешение. Утешение? Конечно. А утешение в чем? Ну, в чем. Вот, что глупый я человек, но все равно конец у меня одинаковый с мудрами. Ура! Ну, тут давайте будем все глупыми. О чем мы тут стремимся учить? Ну, интересно, что Клесяст сказал так. Ошибки чужие, пытаемся исследовать. Ну, с одной стороны, посмотрите, какая штука. Ведь Клесяст говорит, что преимущество мудрости перед глупостью, то же самое, что и преимущества света перед тьмой. А какое признает преимущество? Хотя потом говорить, что суетан. Давайте по преимуществу поговорим. Вообще, в чем преимущество света перед тьмой? Когда есть свет, то что есть? Видно все. Видно куда идем? Куда идем, да. Тепло есть. Жизнь есть, да. Жизнь, добро. Видно направление. Видно цель еще. Наверное, есть какое-то ощущение безопасности, да? По крайней мере. Видишь, что вокруг происходит От света испытываем еще удовольствие А когда тьма, вот это ощущение Получается обратное, да? Не видишь цели, нет безопасности Нет тепла Страх А ты создал Бог или она сама создалась? Бог создалась Значит она тоже для чего-то нужна? Для зима Вот понятно Казалось бы, ну вопрос риторический Зачем нужна мудрость? Нужна А преимущество в ней Понимаете? Вот почему вот давайте вот Сводятся на нет Преимущества есть Они есть, но они сводятся на нет Правда? Понимаете, какая вещь? И опять, да, правильно, Андрей Потому что тут опять та же фраза Под солнцем Если мыслить категориями под солнцем То есть под солнцем Этими категориями получается мудрость человеческая И ничем не отличается от муравья Понимаете? Да Если мыслить категориями под солнцем И поэтому он говорит Какой смысл тогда? Но ведь человеку еще дана духовная составляющая Его личности, да? Чего нет? У животных Вот тут как раз идет Вот это и есть как раз ключ к разгадке Вот этой всей отличия под солнцем И ключ к разгадке этого парадокса Который нам предлагают Понимаете? Книга Клисиаста – книга парадоксов Вот на этой книге Вот учиться логически мыслить И та же, наверное, как для детей Но вот книги по Григорию Остеру Вот давайте начинать как-то вот действительно Вот поможем людям мыслить логически Потому что вот она, книга парадоксов Где еще не мыслить логически? Однажды мы прочитали такое одно свидетельство Ученого-теолога, служителя в церкви Вот оно меня до глубины души потрясло Я вдруг немного себя по-другому увидел Он пишет следующее «Четыре часа утра Зимнее темное утро Я внезапно проснулся И меня объяла предательская дрожь Хотя в доме было тепло Я вдруг понял, что я умру Обязательно умру Вот это тело, разум Вот этот муж, отец Преподаватель семинарии Сын, друг Это все прекратит свое существование Жизненные силы, которые побуждают меня жить Оставят меня И сущность, которую я принимал Как само собой разумеющийся Сущность моего «Я» Больше уже не будет ходить по земле Меня сразу охватило странное чувство Я вдруг увидел собственную жену Находящуюся рядом с собой в постели Как человека, с которым я уже больше не могу быть И мои дети, спящие в соседней комнате Вдруг показались уже мне нереальными людьми А какими-то воспоминаниями Вся моя работа Все грандиозные проекты, мечты Стали фикцией Реальная, в кавычках, жизнь Вдруг превратилась в нереальный сон В таком странном состоянии одиночества Перед лицом определенности смерти Я осознал истинность жизни И нереальность реальности, в которой я жил Я задал себе вопрос Который раньше никогда не задавал Когда уже не останется рядом со мной Ни окружающих меня людей Ни построенных взаимоотношений Никаких проектов Ничего, что сейчас составляет мою жизнь Что останется? Когда биологическая сущность Моего я перестанет функционировать Останется ли мое я? Если бы меня встретили в предыдущие дни Вы бы увидели человека, который понимает и себя И окружающих людей В котором все видят человека верой Христианин, служитель Преподаватель теологических дисциплин Консультант-душепопечитель Свидетель собственной веры Но в эту ночь я вдруг увидел Что вся эта моя вера Так же удалилась от меня Как и мои собственные дети и жена Как будто бы я снял пальто И оно висит вон там, на гвоздике В дальнем углу комнаты В те мгновения я не был одет Свою веру Я был совершенно наг Моя душа была совершенно нога Без тела, без ролей мною исполняемых Без отношений мною выстроенных Душа была одна Наедине с кем? Именно тогда я ощутил Насколько мне важно быть одетым в пальто Под названием вера Чтобы не быть нагим Пальто под названием вера, да? Вот действительно, если мы так вот Порассуждаем Что мы можем привести туда? В чем предстанем, да? В наших проектах В наших знаниях, мудрости, образования В наших достигнутых нами целях Или мы предстанем тем Кем мы стали Одетыми в пальто под названием вера То есть, как бы вот это нужно Для себя четко понять, эту вещь Нам не безразлично современная церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Но все равно Все равно же страх остался Потому что я видел, что люди-то умирают В любом случае Хорошо себя ведут, плохо ли Все равно умирают И вот этот страх все равно Шел со мной по жизни Вот, и вы знаете, действительно Когда вам задают вопрос Зачем вы ходите в церковь Как мы уже говорили Зачем вам Что вам дает вера в Бога? Наверное, самое главное Что она дала Это мы перестали бояться смерти Вот этот страх ушел То есть, смерть есть приобретение Вы знаете, это действительно Слова апостола Павла Они стали вот сущностью какой-то Интересно, что теперь Мы очень как-то легко можем Без страха говорить об этом С нашими детьми Вот наш Мишута Вот 5 лет Первый вопрос Это первый раз задал вопрос Когда ему было около 4 лет Вот Он задал вопрос Пап, я умру? А как же? Да Я шучу Ну ты сказал, конечно Я ответил Он в ужасе Говорит, а меня закопают Другой интонацией Меня закопают Мы говорим, нет А что будет со мной? Ну тебя не закопают Закопают просто твое тело Твою вот эту вот внешнюю оболочку Ну а как это? Мы говорим, смотри Когда у тебя мешает вот одежда Ты ее выбрасываешь Ты из нее вырос, например Если вот там была курточка Ты из нее вырос Точно так же ты вырастешь Из своей одежды Она станет уже старой, ненужной А тебе дадут новую Ты будешь там, будешь в новой одежде Вы знаете, вот когда вот Объясняешь это детям Понимаешь, что Это детским языком, но это правда Это то, что нам говорит Писание Что мы получаем новое одеяние Мы получаем новое тело Это новая одежда для нас с вами И поэтому совершенно глупо думать о том Что вот вопрос со смертью Это вопрос только лишь На смертном мадре возникает Хотя я вот серьезно был убежден Ну 35 лет своей жизни точно Я так Когда мне спрашивали о моей вере Я говорю Это для пенсионеров Вот уйду на пенсию Сядут на лавочке около подъезда Там бабушкам делать нечего Дедушкам они сидят Костки перемалывают И я буду верить Тогда можно будет порассуждать о том Есть ли Бог или нет Есть ли жизнь на Марсе или нет Интересно ведь, что эти вопросы задает себе только человек Вот эта вот духовная составляющая О смысле жизни А что потом А в чем мое предназначение Это вот то, о чем Эйнштейн говорил Что в первую очередь отличает человека от животного Он говорил так Вы знаете Ни одна философия Ни одна теория Ни одна наука мира Не может преодолеть пропасти Отсутствием духовности у обезьяна И наличием таковой у человека То есть наличием духовности у человека Это действительно пропасть Которую ни одна наука не может преодолеть Вот и действительно нам просто каждый раз нужно смотреть Вот суета нас захватила Вот это суета под солнцем Вот мы идем в церковь Мы, может быть, там занимаемся каким-то важнейшим делом, мы занимаемся, может быть, даже детьми или не занимаемся детьми друг с другом. Но все время надо задавать вопрос, вообще, ради чего я это делаю? Вот создавать семью – хорошее дело. А для чего? Какая цель? И где значимость вообще во всем? Воспитывать детей – а цель? Нужно их воспитывать, а цель какая? Просто воспитать, чтобы были хорошими людьми. Чтобы меня похвалили. Какая хорошая мать, например. Или чтобы стал достойным гражданином общества. Опять, ради чего? И вот если мы будем эту духовную цель видеть… Хорошая цель, да? Ходить в церковь. А для чего туда ходить? Цель какая? Потусоваться, пообщаться с людьми, с которыми приятно поговорить, да? Или все-таки это что-то более такое важное в жизни человека? Вы знаете, вот помните, мы вам как-то на одном из курсов говорили, что то, что люди становятся верующими, это еще не факт, что они начинают жить правильно. Счастье… Вот говорят, могут ли неверующие быть счастливыми в семье? Могут. Да, конечно. Другое дело, что их счастье в семье не имеет никакого отношения к спасению. Но нужно еще другой вопрос понять. Да, христиане спасены, мы переходим к Господу, мы спасены. Но это не имеет никакого отношения к счастью. Над счастьем надо работать. А счастливы мы становимся только в том случае, если начинаем жить по слову. И начинаем духовно-нравственные приоритеты ставить на первый план. И сейчас нам хотелось бы вам предложить вопросы, опять же, вопросы для личного размышления на эту тему. Что для вас в жизни важнее? Процесс достижения цели или сама цель? Почему? То есть уделите достаточно времени для того, чтобы ответить на этот вопрос. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok